Здравствуйте! Кааба Аль Каапастроф Бааль Мушарафа Досточтимая Кааба, мусульманская черный камень Аль Хаджар Алясват Камень яйцевидной формы, вмонтированный в одну из стен Каабы Согласно исламскому преданию, черный камень когда-то находился в раю Черный камень находится в восточном углу Каабы на высоте 1,5 метра и заключен в серебряную оправу Видимая поверхность камня имеет площадь примерно 16,5-20 сантиметров Состоит из нескольких обломков красновато-черного цвета, вставленных в темную основу Видны 7-8 кусочков камня, черного камня Согласно мусульманскому преданию, во время потопа, при пророке Нухе Этот камень был принесен из рая и охранялся ангелами на горе Абу Кубейс Затем ангел Джибриль принес его пророку Ибрахиму, во время строения Кааба Первоначально он был белым яхантом, но постепенно подчернел, пропитавшись человеческими грехами Каабы незадолго до возникновения ислама появилась необходимость реконструкции Каабы, так как ее стены растрескались из-за дождя или пожар Разобрав фундамент и вынув из него черный камень, строители стали вновь возводить стены Каабы Когда пришло время вернуть черный камень на его место, среди курайшитов разгорелся спор насчет того, кто должен поставить его на место Каждый знатный род хотел быть причастным к такому знаменательному событию и взять на себя осуществление этой почетной обязанности В течение пять дней спор не утихал и грозил перерасти в кровопролитие Самый старый человек из курайшитов Абу Умай Ибналь Мугир рассказал о курайшите Пусть рассудит вас тот, кто первым зайдет в этот храм через ворота Все согласились, начали наблюдать за воротами и увидели, что через ворота входит Мухаммад Когда Мухаммаду пояснили суть дела, он снял свой плащ, расстелил его на земле и положил черный камень посередине По просьбе Мухаммада глава каждого племени взялся за края плаща для того, чтобы совместно поднять его Затем Мухаммад собственноручно взял камень и установил его в углу у Каабы Все племена остались довольны решением пророка Мухаммада И после этого строительство Каабы продолжилось после завоевания Мекки в 630 году Мухаммад Как говорят, семь раз объехал Каабу на своем верблюде, коснувшись черного камня своей палкой в знак благоговения В январе 930 года он был украден карматами, которые унесли черный камень на свою базу в Хаджарии, современной Восточной Аравии Согласно османскому историку Кутпаддину, написанному в 1857 году, карматский лидер Абутахир Аль-Джаннаби установил черный камень в своей мечети Масджит Аль-Дирар, с намерением перенаправить хаджи вдали от Мекки Это не удалось, поскольку паломники продолжали поклоняться месту, где был черный камень По словам историка Аль-Джувайни, камень был возвращен 23 года спустя, в 952 году Карматы держали черный камень в качестве выкупа и вынудили аббасидов заплатить огромную сумму за его возвращение Его завернули в мешок и бросили в пятничную мечеть Куфа с запиской, в которой говорилось По приказу мы взяли его и по команде вернули Его похищение и удаление причинило дальнейший ущерб, разбив камень на семь частей Похитители Абутахир, как говорят, постигла ужасная судьба Согласно Кутпаддину, грязный Абутахир был поражен гангреной Его плоть съели черви, и он умер ужасной смертью Чтобы защитить расколотый камень, хранители Каабы поручили паре мекканских ювелиров построить серебряный каркас, окружающий его И с тех пор он был заключен в такой же каркас В наше время из-за больших скоплений людей поцеловать камень практически невозможно Поэтому в настоящее время допустимо указывать в направлении камня на каждом из семи кругов вокруг Каабы Согласно исламской традиции, черный камень упал с джинны, чтобы показать Адаму и Еве, где построить алтарь, который стал первым храмом на земле Мусульмане считают, что камень изначально был чистым и ослепительно белым, но с тех пор стал черным из-за грехов людей, прикоснувшихся к нему Его черный цвет считается символом существенной духовной добродетели непривязанности и бедности для Бога И исчезновения эго, необходимого для продвижения к Богу согласно пророческой традиции, прикосновение к ним обоим Черному камню и Альрукнальям они, являются искуплением за грехи Алтарем Адама и камень, как утверждается, были утрачены во время Ноа-эс потопа и забыл Говорят, что Ибрагим, Авраам, позже нашел черный камень на первоначальном месте алтаря Адама, когда ангел Джибраил показал ему его Ибрагим приказал своему сыну Исмаилу, который, по мусульманским верованиям, является предком Мухаммеда Построить новый храм, Коабу, в который должен был быть встроен камень Здравствуйте, подписывайся на канал, нажми на колокольчик